Продолжается история с депутатской неприкосновенностью, много новостей о российской агрессии. Выбирайте, какая из них, с вашей точки зрения, является главной? Главные не все, я считаю, но я прокомментирую две. Две, которые касаются непосредственно и Крыма, и Донбасса. Первая, которая связана с поставкой оборудования Сименс. И я думаю, что ни для кого не секрет, что в обход соответствующих санкций, которые уже существуют и наложены в отношении Российской Федерации, масса продукции, которая приходит в Россию из европейских стран, из стран азиатских, потом посредством внутренней территории просто доставляется на территорию Крыма. Естественно, формально это нарушение. Но реально мало кто на это обращает внимание. Сименс заметили, потому что они большие и трудно не заметить. Но я думаю, что очень много всего. А вы можете перечислить еще другие компании? Компании, сами непосредственно компании, это уже вопрос тех, кто отслеживает этот мониторинг. Но продукция там есть, даже украинская продукция есть. Я не знаю, как она заходит, она как-то заходит. А какие компании, это нужно, чтобы разбирались соответствующие службы, которые занимаются мониторингом этой структуры. Мне бы очень интересно было узнать точно, как они туда попадают, они кто, кем они представлены, больше всего как. И вопрос второй, который связан с Донбассом, это новость ваша, новость сегодняшнего дня, о выдаче, возможно, выдаче одного из командиров ДНР украинскому правосудию. Я хочу обратить внимание, что вот эта система экстрадиции, несмотря на ужасные отношения между Российской Федерацией и Украиной, система экстрадиции работает. И некоторых граждан Украины Россия выдает. Но, как правило, они не связаны с ситуацией на Донбассе, то есть это, допустим, какое-то нарушение, но не связано с вооруженным конфликтом на востоке Украины. То есть у нас сотрудничество происходит. А вот что касается командиров ДНР, я не думаю, что Россия будет их выдавать, поскольку там есть своя система защиты. В России выработана по отношению к таким командирам. Понятно. Да, подсказывают наши коллеги.